Слёт членов регионального отделения Союза пенсионеров проходит в этом году уже в четвёртый раз. Мероприятие активисты придумали когда-то сами. Сами же его организовывают, как и многие другие способы провести свой досуг. Начинали мы на Барковском карьере в жаркую погоду, всегда в августе. И настолько коллектив сплотился, и у нас много чего происходит именно по здоровому образу жизни. И скандинавская ходьба, и фитнес, и йога, и психологические тренинги. Мы заключили много соглашений с образовательными учреждениями. И смартфон, и английский, и китайский язык, и азбука православия. То есть на любой вкус и ключевое слово, когда люди записываются, то желаю. Активная деятельность Союза пенсионеров с октября по апрель. Ведь летом многие разъезжаются на дачи. Однако в августе уже по традиции проходит вот такой замечательный спортивный праздник. Мы себя реализуем в разных проектах. И, конечно, собираемся популяризировать свою деятельность. У нас, наша организация, это региональное отделение, где есть представители в 25 районах. И, собственно говоря, вот и социальный фонд они как бы уже создали в четырех районах. Это центры общения пожилых. Два всероссийских мероприятия. Это чемпионат по компьютерной грамотности и спартакиада тоже проводятся в Рязани. Победители регионального этапа спартакиады, а это 9 человек, осенью поедут в Санкт-Петербург на всероссийский этап. И все это пенсионеры организовывают сами. Но поддержать их активность готовы многие организации, в частности, пенсионный фонд. Это настолько трогательно, потому что, вот я смотрю на наших участников, все с таким энтузиазмом, с радостью здесь встречаются, обнимаются. И это создает им и настроение, ну и, соответственно, дает возможности заниматься своим здоровьем. Потому что всегда, когда мы что-то желаем, всегда говорим, будьте здоровы, здоровы вам и так далее. Поэтому хочется пожелать всем пенсионерам Рязанской области, всем участникам Союза пенсионеров доброго здоровья на долгие-долгие годы. Спортивные состязания сегодня сменились танцами и песнями, да и просто дружественным общением единомышленников тех, для кого возраст вовсе не препятствие, а время возможностей.